И завершает нашу трансляцию встреча боксеров в весовой категории уже 57 килограммов. Вы видите в синем углу ринга серебряный призер чемпионата мира Василий Ломаченко Украина против бронзового призера Чикагского первенства Ли Янга из Китая. А надо сказать, что на чемпионате мира Чикаго они встретились между собой. В полуфинале и Василий Ломаченко тогда был сильнее. Очень равный бой, очень напряженный был тогда поединок. Вы знаете и у судей-праздителей разногласий счет вообще был по-моему 7-7. Только по дополнительным баллам Ломаченко одержал победу. Ну а золотой медалист того первенства, о котором мы вспоминали сейчас. Наш Альберт Семенов, к сожалению, уже покинул Олимпийский ринг. Но вы знаете, в первом же бою они встретились с Василием Ломаченко. В финале в Чикаго был сильнее наш боксер. Здесь Ломаченко удалось взять вверх. Ну и вот представляете, каждый из этих трех боксеров в общем-то стремился и готов был ко всему. И главное, надеялся на выход в самую решающую стадию. Но останется из них только один. Плотный бой, вы знаете, плотный бой, очень хорош в форме Ломаченко. Ну, блестящий боксер, я этого не скрываю. Своих симпатий, правосторонние стойки боксируют, вы знаете, в средней дистанции. Потом разрывает дистанцию, на дальней дистанции. То есть практически у него нет слабых мест. И самое главное, хорошая функциональная подготовка. То есть он в следующем мире раунда работает вот в таком темпе. Молодой 20-летний боксер, полный сил, вообще действительно с выносливостью. Тут у него действительно все в порядке. Мы не видели его уставшим еще, по-настоящему уставшим. Я думаю, что китайц не будет просто так Янг Ли отдавать преимущество. Он будет бороться, цепляться дома. Ну и зрители будут подгонять его. Но вы знаете, в отличие от других китайских боксеров, которые мы здесь наблюдали, которые начинали каждый бой очень осторожно, которые не шли вперед, предпочитали долго держать своего соперника на расстоянии, либо вязать его. Янг Ли пошел вперед, и это было на руку Василию. Вы видите, что Василий тренирует его отец, Ломаченко старший. Он его привел в бокс, он его научил всему. Он сделал из него призера чемпионата мира. И он хочет, естественно, сделать из него олимпийского чемпиона. Вот сейчас хорошая была атака. Выдели повтор. Такие короткие удары, вы знаете, мощные короткие удары прямо в средней дистанции. Ни один, ни два. О чем мы говорим? О несколько. Серийная атака. И, конечно, они проходят. Нельзя попасть одиночным. Или сложно попасть одиночным ударом. Но 3-4, а лучше 5 ударов. Последний всегда достигает сильный. Это самое сильное качество Ломаченко. Всегда старается работать в серии. И противоядие только одно. Уходить от него. Не встречать вот этот плотный досерийный бой. В бокс хорошо двигаться на ногах. И давать ему атаковать постоянно. Но вы знаете, для того, чтобы этими качествами обладать и воспользоваться против Ломаченко, нужно уж как быть хорошо готовым. Потому что на ногах, это сказано, легко двигаться от Ломаченко на ногах. Ведь он, пообратите внимание, абсолютно неплохо работает на этих же ногах. И догонит кого хочет. О днем могу бежать или поспорить только с ними. Да, Альберту это удалось сделать в Чикаго. Он тогда выиграл именно благодаря этим своим качествам. А здесь, к сожалению, в третьем раунде у Альберта уже сил просто не хватило. Вот на такую темповую работу ногами. На постоянное движение. На постоянное удерживание своего соперника на расстоянии именно благодаря работе ног. А мы говорили уже об этом, что боксер, который хорошо закрыт, который сложно попасть, он обычно, он менее уязвим, он, вы знаете, ему легче боксировать. И Ломаченко плотно закрыт, у него руки на месте. Кроме хорошей работы корпусов, у него хорошо поставлены руки, в него сложно попасть. А он попадает часто, благодаря именно вот серийным своим атакам. Первый удар засчитан на китайскому боксеру. Зал его приветствует. Второй раунд скоро завершится. Остается 30 секунд. Ну что ж, такое неплохое преимущество украинского боксера. Он продолжает работать в этом сумасшедшем темпе. Да, ну я хочу сказать, что навряд ли, навряд ли Янг Ли в серийной работе может перебить. Или что, или озадачить Ломаченко не сможет. Это стиль боя. Это стиль боя Ломаченко. Это его стихия. И сломать его здесь. А или быть лучше его, ну очень сложно. Да, вот мы посмотрим его во всех боях. С первого вот поэтах. Можно сделать вывод, что это, пожалуй, один из ярких и главных претендентов на золото. Вообще, откровенно говоря, это один из ярких боксеров. Он еще Чикиева, я добавил бы. Самые яркие боксеры, на мой взгляд, на этом турнире. Да, на этой олимпиаде. Чикиева, это боксер России. Видите, отец что-то говорит своему сыну, но в углу в семье все спокойно. Они побеждают. Ну так, какие-то штрихи, где добавить, где чуть-чуть внимательнее. Но бой проводит Василий очень здорово. Обратите внимание, ураганный темп. Они практически не стоят. Все время в движении. И вот еще раз хочется подчеркнуть, что китайцы, которые вообще-то не сторонники таких темповых поединков, ему пришлось принять вот этот бой, который навязал ему Ломаченко. А у него выхода не было другого. Да, выхода не было. И здесь он проигрывает. То есть, это Ломаченко навязал ему свой стиль. Не стал бороться, не стал бегать. А, значит, и уверенно подходит в середину. Китаец сам подходит. Янглиц сам подходит. И там Ломаченко его перебивает. А теперь уже, когда еще стал таким крупным, ему уже просто ничего не достается. Подходить, идти на Ломаченко. И вот, в ответ, пожалуйста, три удара снова. Один засчитан. А вот обратите внимание, мы говорим, средний бой. Вот вам, пожалуйста, движение на ногах. Движение на ногах у украинского боксера. И бросается китайцы, и достать не может, потому что есть движение назад, есть ноги. Но с каждой боя фаза, она, каждая фаза боя, она для Ломаченко выигрышная. Но пытаются, да, пытаются вот скандировать зрители. Пытаются завести, конечно, Ли Янга. Они хотят, и все болеют, ну, их можно понять. Да, но мастерство есть мастерство. Ну, что он может сделать, если вот не хватает? Если это потолок его мастерства, и дальше он, я имею в виду Ли Янглинга, но подняться не может. Нет, нечем. Но год назад у них бой, вы говорили, был равный практически. Значит, сколько прибавил? А нет, просто Ломаченко выигрыш. Смотрите, ближе. Я говорю, Василий, а сколько прибавил за этот год? Он прибавил, вы знаете, он не стал нестись просто, сломя голову вперед. Он еще и двигается на ногах неплохо. Вчера раньше мы этого не замечали. Мы думали, что он работает только на средней инстанции. А только на ближней инстанции, ничего подобного. Смотрите, вот он сейчас где-то в четвертом районе начнет двигаться. Уже двигается. И трудно будет в него попасть. Вы знаете, очень приятно смотреть вот бои таких боксеров, великих боксеров. Ломаченко, Тищенко, Коробов. Эти боксеры, они всегда доставляют удовольствие миллионам и миллионам любителей бокса. Ну, естественно, болельщики любят яркие, темповые, бескомпромиссные поединки, когда боксер не делает минимум, а только минимум, который приносит ему успех и победу. Не показывает сухой бой, а вот такой яркий, красивый. Еще раз хочется вспомнить Чехки, вот последний его поединок. Такой же яркий бой. Зал взорвался. Друзья, Борисович, я бы хотел бы сказать, что вот в ураганном темпе проходит этот поединок, да, вот этот бой в ураганном темпе. Но абсолютно, я вот уверен, я вижу на... Смотрю на Ломаченко, мне кажется, он может еще прибавить. И он может в таком темпе боксировать не один раунд. О чем мы говорим? Надо выходить на ринг и боксировать с большим запасом прочности. Вот этот запас прочности есть у Ломаченко. Да, вот изменись чуть-чуть ситуация, да, ну пропустил бы, скажем, пару ударов невнимательных. И пришлось бы в четвертом раунде прибавлять, он прибавил бы. Прибавил бы. Ну, сейчас ему прибавлять, наверное, не надо, но не думаю, что он будет уходить от боя. А вот интересно, начнет двигаться. И посмотрите, вот движение на ногах, право, влево. Тоже любопытно вот этот технический прием посмотреть. Пожалуйста, вот он его демонстрирует. Хорошо ушел. И во встречу уже. Уже не принимает такой плотный бой. Не хочет, а просто бьет во встречу. Ну да, китаец попытается побороться. Попытается поближе, но у него выхода нету. Ну и здесь, конечно, вот, чтобы, не дай бог, не раздечься, вот здесь вот такое движение Ломаченко на ногах уходит. Очень легко, красиво уходит влевую от себя сторону. И вот навстречу, как прекрасно. Ну, в принципе, бой сделан. Откровенно говоря, я не думал, что будет такой легкий для Ломаченко бой. Я думал, китайцы, ну, пометуя обои на чемпионате мира. Год назад, да, да. Да, год назад, я думал, тут будет. А оказывается, что подобно, очень легко, непринужденно. Даже вот сейчас заставиваясь в углу ринга. Ну, вызвал, даже перчатками показал китайскому боксеру. Мол, иди на меня. Я готов, я не боюсь. Это да, это... Это бравада, это, ну, хороший он боксер, но это бравада. Это она... Откровенно говоря, ничему хорошему никогда не проводила. Но приходится констатировать, он великолепно готов к этому турниру. Просто великолепно. И может прибавить, я же вижу, вот, и мы с вами, Борис, смотрите, он влево-право уходит, закручивает соперника. Никаких шансов. Абсолютно никаких шансов. Да нет, ну, он демонстрирует высококлассный бой, красивый. Все удары, практически все удары мы видим. Их не то, что судьи защитивают, да? А мы четко видим их и так в прямой трассе. Когда повторяет режиссера на Микзамедгенном повторе, это мы видим еще лучше. Вот, вы знаете, вот смотрите, Ломаченко сбросил темп. Он перестал боксировать практически, он стал только двигаться. То есть, ну, я вам хочу... Вот, понимаете, уходит, вот, начинает танцевать. Я вам хочу сказать, ну, да, брова-то она не нужна, но я вам хочу сказать, что он всегда может прибавить. Было бы еще три раунда, он мог бы боксировать еще три раунда. Отличный яркий боксер. Прямо скажем, открытие вот этого олимпийского турнира. Открытие, потому что такие бои, которые он провел, запоминаются всем и болельщикам, и телезрителям, и специалистам бокса. Молодец. Ну, а на этом нашу сегодняшнюю трансляцию заканчиваем. Ломаченко в полуфинале, а для вас работали заслуженный мастер спорта Виктор Рыбаков и Борис Скрипко. До свидания, до скорого. Удачи всем. Проказывает сухой бой, а вот такой яркий, красивый. Еще раз хочется вспомнить Чехкиеву, последний его поединок. Такой же яркий бой. Зал взорвался. Борис, я бы хотел сказать, что вот в ураганном темпе проходит этот поединок, да, вот этот бой в ураганном темпе. Но абсолютно, я вот уверен, я вижу на, смотрю на Ломаченко, мне кажется, он может еще прибавить. И он может в таком темпе боксировать не один раунд. О чем мы говорим? Надо выходить на ринг и боксировать с большим запасом прочности. Вот этот запас прочности есть у Ломаченко. Да. Вот изменись чуть-чуть ситуация, да, ну пропустил бы, скажем, пару ударов невнимательных. И пришлось бы в четвертом раунде прибавлять, он прибавил бы. Прибавил бы. Ну сейчас ему прибавлять, наверное, не надо, но не думаю, что он будет уходить от боя. А вот интересно, начнет двигаться, и посмотрите его движение на ногах, вправо, влево. Тоже любопытно, вот этот технический прием посмотреть. Пожалуйста, вот он его демонстрирует. Хорошо ушел. И во встречу уже не принимает такой плотный бой, не хочет, а просто бьет во встречу. Стоп! Ну да, китаец попытается побороться, попытается пойти поближе, но у него выхода нету. Ну и здесь, конечно, вот, чтобы, не дай бог, не раздеться, вот здесь вот такое движение Ломаченко на ногах уходит. Очень легко, красиво уходит в левую от себя сторону. И вот навстречу. Как прекрасно. Ну, в принципе, бой сделан. Откровенно говоря, я не думал, что будет такой легкий для Ломаченко бой. Я думал, китайцы, но пометуя о бое на чемпионате мира... Год назад, да, да. Да, год назад, я думал, тут будет... А оказывается, что подобно, очень легко, непринужденно, даже вот сейчас застаиваясь в углу ринга. Но вы знаете, в отличие от других китайских боксеров, которые мы здесь наблюдали, которые начинали каждый бой очень осторожно, которые не шли вперед, предпочитали долго держать своего соперника на расстоянии, либо вязать его. Я либо шел вперед, и это было на руку Василия. И по-моему, ваша. Вы видите, что Василий тренирует его отец, Ломаченко старше. Он его привел в бокс, он его научил всему. Он сделал из него призера чемпионата мира. И он хочет, естественно, сделать из него олимпийского чемпиона. Вот сейчас хорошая была атака. Вы видели повтор. Такие короткие удары, вы знаете, мощные короткие удары прямо в средней дистанции. Ни один, ни два. О чем мы говорим? А несколько. Серийная атака. И, конечно, они проходят. Нельзя попасть одиночным. Или сложно попасть одиночным ударом. Но три-четыре. А лучше пять ударов. Последний всегда достигает царя. Это самое сильное качество Ломаченко. Всегда старается работать синили. И противоядие только одно. Уходить от него. Не встречать вот этот плотный досерильный бой. Бокс. Хорошо двигаться на ногах. И давать ему атаковать постоянно. Но вы знаете, для того, чтобы вот этими качествами обладать и воспользоваться против Ломаченко, нужно уж как-то быть хорошо готовым. Потому что на ногах, это сказано, легко двигаться от Ломаченко на ногах. Ведь он, пообратите внимание, он абсолютно неплохо работает вот на этих же ногах и догонит кого хочет. А где он мог убежать или поспорить только с синими? Да. Альберту ему удалось сделать в Чикаго. Он тогда выиграл именно благодаря этим своим качествам. А здесь, к сожалению, в третьем раунде у Альберта уже сил просто не хватило. Вот на такую темповую работу ногами. На постоянное движение. На постоянное удерживание своего соперника на расстоянии именно благодаря работе ног. А мы говорили уже об этом, что боксер, который хорошо закрыт, который сложно попасть, он обычно, он менее уязвим, он, вы знаете, ему легче боксировать. И Ломаченко плотно будет. И там Ломаченко его перебивает. Вот теперь уже, когда счет стал таким крупным, ему уже просто ничего не достается. Подходить, идти на Ломаченко. И вот, в ответ, пожалуйста, три удара снова. Один засчитан. А вот обратите внимание, мы говорим средний бой. Вот вам, пожалуйста, движение на ногах. Движение на ногах у украинского боксера. И бросается китайцы, и достать не может, потому что есть движение назад, есть ноги. Но с каждой боя фаза, она, каждая фаза боя, она для Ломаченко выигрышная. Но пытаются, да, пытаются вот скандировать зрители, пытаются. Но пытаются завести, конечно, Ли Янга, они хотят, и все болеют, ну, их можно понять. Да, но мастерство есть мастерство, ну, что он может сделать, если вот не хватает, если это потолок его мастерства, и дальше он, я имею в виду, Ли Ян Клинга, но подняться не может, нечем. Но год назад у них бой, вы говорили, был равный практически. Значит, сколько прибавил? А нет, просто Ломаченко вырос. Смотрите, ближе. Я говорю, Василий, а сколько прибавил за этот бой? Он прибавил, вы знаете, он не стал нестись просто, сломя голову вперед. Он еще и двигается на ногах неплохо. Раньше мы этого не замечали. Мы думали, что он работает только на средней инстанции, а только на ближней инстанции. Ничего подобного. Смотрите, вот он сейчас где-то в четвертом районе начнет двигаться. Уже двигается. И трудно будет в него попасть. Вы знаете, очень приятно смотреть вот бои таких боксеров, великих боксеров. Ломаченко, Тищенко, Коробов. Эти боксеры, они всегда доставляют удовольствие миллионам и миллионам любителей бокса. Ну, естественно, болельщики любят яркие, темповые, бескомпромиссные поединки, когда боксер не делает минимум, а только минимум, который приносит ему успех и победу. Не закрыть. У него руки на месте. Кроме хорошей работы корпусов, у него хорошо поставлены руки. В него сложно попасть. А он попадает часто, благодаря именно вот серийным своим атакам. Первый удар засчитан на китайскому боксеру. Зал его приветствует. Второй раунд скоро завершится. Остается 30 секунд. Ну, что ж, такое неплохое преимущество украинского боксера. Он продолжает работать в этом все-таки темпе. Да, ну, я хочу сказать, что навряд ли Янг Ли в серийной работе может перебить или озадачить Ломаченко. Не сможет. Это стиль боя. Это стиль боя Ломаченко. Это его стихия. И сломать его здесь, а или быть лучше его, ну, очень сложно. Да, вот мы посмотрим его во всех боях. С первого вот поэта. Можно сделать вывод, что это, пожалуй, один из ярких и главных претендентов на золото. Вообще, откровенно говоря, это один из ярких боксеров. Он еще Чекиева, я добавил бы. Самые яркие боксеры, на мой взгляд, вот на этом турнире. Да, на этой олимпиаде. Чекиева, это боксер России. Понимаете, отец что-то говорит своему сыну, но в углу в семье все спокойно. Они побеждают, ну, так, какие-то штрихи, где добавить, где чуть-чуть внимательнее. Но бой проводит Василий очень здорово. Обратили внимание, ураганный темп. Они практически не стоят. Все время в движении. И вот еще раз хочется подчеркнуть, что китайцы, которые, в общем-то, не сторонники таких темповых поединков, ему пришлось принять вот этот бой, который навязал ему Ломаченко. А у него выхода не было другого. Да, выхода не было. Двигаться он не может. Здесь он проигрывает. То есть, это Ломаченко навязал ему свой стиль. Не стал бороться, не стал бегать. И уверенно подходит в середину. Китайец сам подходит. Янглиц сам подходит. И завершает нашу трансляцию встреча боксеров в весовой категории уже 57 килограммов. Вы видите в синем углу ринга серебряный призер чемпионата мира Василий Ломаченко, Украина, против бронзового призера Чикагского первенства Ли Янга из Китая. А надо сказать, что на чемпионате мира Чикаго они встретились между собой. В полуфинале и Василий Ломаченко тогда был сильнее. Очень равный бой, очень напряженный был тогда поединок. Вы знаете, и у судей праздника разногласия счет вообще был, по-моему, 7-7. Только по дополнительным баллам Ломаченко одержал победу. Ну а золотой медалист того первенства, о котором мы вспоминали сейчас, наш Альберт Селинок, к сожалению, уже покинул Олимпийский ринг. Но вы знаете, в первом же бою они встретились с Василием Ломаченко. В финале им в Чикаго был сильнее наш боксер. Здесь Ломаченко удалось взять верх. Ну и вот представляете, каждый из этих трех боксеров, в общем-то, стремился и готов был ко всему. И главное, надеялся на выход в самую решающую стадию. Но останется из них только один. Плотный бой, вы знаете, плотный бой, очень хорош в форме Ломаченко. Ну, блестящий боксер, я этого не скрываю. Своих симпатий, правосторонние стойки, боксирует, вы знаете, в средней дистанции. Потом разрывает дистанцию, на дальнюю дистанцию. То есть практически у него нет слабых мест. И самое главное, хорошая функциональная подготовка. То есть он в следующем мире раунда работает вот в таком темпе. Молодой 20-летний боксер, полный сил, вообще действительно с выносливостью. Тут у него действительно все в порядке. Мы не видели его уставшим еще, по-настоящему уставшим. Я думаю, что китайцы не будут просто так Ян Кли отдавать преимущество. Он будет бороться, цепляться дома. Ну и зрители будут подгонять его.